встретился бы с Соником, и, ну, в любом случае, кого-то мы потеряли. То есть там, если вы посмотрите на сетку, игроков-то сильных было очень много. И зарубежных тоже. Вот, например, Сокол отлетел на четвертом этапе от Зейка. Сразу видно. Вот. Евпат, опять же. Стейл хороший, хороший Андетт. Лёрк. Андетт. Тодд был. Тодд был, Тодд отлетел. Правда, в четвертом. Нитрон был. Понимаете? Джей Дарк. Плиз был. Который, кстати, в прошлый раз до полуфинала дошел. Да, и он. Я от него отлетел, просто так бы я дошел. О! И Штайл Кемпер. Привет из Ижевска, говорит. Передай, пожалуйста, пламенный привет влодскульному Андету Сержанту Умоску. Сержанту Умоску привет от Кемпера. Кемпер, это же тот самый Кемпер, который прекрасно катал. Может, и катает. Который молодец. Да. Он убивал Дедмана в его лучшие годы. Блин, что я в последнее время кашляю? Ничего, ты не старый. У тебя где-то процент есть. Шансы только. Это не так много. Прочитал зато шутку прикольную. Я люблю моих девушек. Блин, забыл. Это фейл! Просто ну как? Я люблю моих девушек, как корону. Девятнадцать лет и легко получить. А, easy to get. Ты, видимо, на Гаге опять читаешь посты. Да, да. Я понял, да. Хорошо. Так. Давайте после финала бонус Бобер против Сокола. Нет, давайте лучше Сокола с победителем. А, нет. Так не получится. Да, easy. Я их сбрию обоих. Обоих. ГГ Светояр говорит. Я покажу, как надо на следующем турнире. Светояр, ждем тебя. Ждем. Главное, чтобы мы успели на твой матч. Чтобы мы не пропустили его. Миш, изяво, закидываешь мне челлендж на 10 ка евро. Так. Победить Фоги или Икс Лорд. Ну, я знаю, что ты сразу предложишь Икс Лорду пятерку и как бы 3-2-2. Давай пока. Не надо так. Нет. Не надо мне такое. Я их так... Я потренируюсь. Подожди, Светояр, надо помочь ему. Он говорит, правда, я за любую расу играю. У этого очень хорошо. У этого хорошо, что тебе... Какую выбрать, говорит? Ммм. Ну. Самую сильную. Выбирай, которые лучше получаются, да. Светояр. Отличный ник у тебя победный, да. Светояр. Нет, нет. Све... Свет... Светлояр. Не Светояр, а Светояр. Не как Элояр. Или как Элояр как раз. Светояр, да. Как Элояр. Это что такое? Это конец света. Ладно. Просто вспомнил. А, Светояр, а не Светояр. 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 Ладно, Светояр, так Светояр. Может быть, после этого ты будешь Светояром. Или Светояром. Итак, что говоришь? Фоги... Фоги против... Икс Лорда. Икс Лорда, правильно. Кто выиграет? Фоги натренировался. С кем? Очень много турниров. Не, на Хэпичи. Фоги натренировался. Он столько часа, часа всегда в финале... Подожди, а где Хэпич? А, да, все. Извини. Да, точно. О, блин, я на старой графике финал смотрю. Забыл переключить. Да-да-да, и теперь? И теперь он играет против Икс Лорда. Икс Лорд может показать, что он что-то может. Или что-то не может. Но я думаю, будет хороший катка. Но ставлю на Фоги че-то. Накануне 20к, да. Украина. Фоги становится предпринимателем в карантине из-за коронавируса. Вообще про геймеры и там айтишники, особенно удаленщики, меньше всего страдают. Потому что для них удаленка это... Это основная часть работы. Сейчас в онлайне значительно больше людей стало. И тех же самых турниров по киберспортивным дисциплинам тоже стало больше. Учитывая то, что отменяются мероприятия, бюджеты освобождаются. Ну, в общем, взгляните, кто не смотрел в раздел турнира, и посмотрите, что по варкафту грядет у нас. Мана стил. Отвратительный артефакт. Так, что у девайс. Ой, потеряет же... Не, не потеряет. Ретаргет, ретаргет, ты что? Ну, конечно. Ну, это классика, ну, что-то. Классика? Сколько раз Фоги здесь теряла? Да, 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 согласен. Для Фоги как раз классика. Арчу отдать, бараком добить. Барак потерять. Дерево выкопайтесь, напомню, в прошлой катке тоже. Блин, дерево, это ж надо... Ну, там, я не помню, бэкпак на какую кнопку, он, может, перебиндил ее, но вроде как бы бэкпак на Б всегда был, нет? Как там, не знаешь, не помнишь? Бэкпэк. Да, но в панике, может, он мискликнул просто. Ну, в смысле, там просто выкопать дерево, это R. R, да. Мискликнуть по виспу, R, это уже как бы не мисклик, это через кнопку. А бэкпэк, это вообще в другом... Это если кулаком ты по клавиатуре на Б нажимаешь, ты можешь задеть на R. А так-то как? Может, скачило у него. Возможно, возможно. Он делал грейт на медведей. Что? Красиво. Где? Нет, он виспании успел диспельнуть, койл получил. Ага. Мне кажется, он просто не переключился с лорницы. Типа заказывал медведя или там грейт заказывал. И... Черт его знает. После этой игры спрашивает PUBG. Не-не-не, после этой игры мы уже спадки будем, вы что? Потому что... Уфоги, 12 HP Дима! Там Акалит его мог убить, его было меньше 12. Так не было рядом Акалит. Ну, рядом, вон сверху подбегает сейчас. А, ну тогда да. Так и Гуля могла тоже убить. И скелет любой. И даже нейтрал, если бы он был рядом разбуженный. Ну хорошо, Дима живой. ДК врывается на мейн. О-о-о-о. А-а-а! О-о-о! Ты понял, да? Хорошо. Ну, влетел вообще уверенно. Ой, сейчас моноберн же получишь. Но он не знал, что там подставился зря. Ну и начинается карусель. Третий, Димка. Ну, Фоги привык, как бы, расконтроливать виспов в шахту. И с шахты это рутину для него. Так что здесь вряд ли какой-то висп умрет. И в результате, что мы получили по факту. ДК пришел, потратил ману, палку скелетов и ушел. Да, он даже особо не вернул Диму с криппинга. То есть, тот сначала докрепил, а потом вернулся. Поэтому сомнительный такой забег в результате получился. Дима покупает ботинки из 100. Ну, он заряжен прям. У него и когти, и... И он третьего левела. Это вообще гроза. И может увеличиться заодно. Да, он пока рановато. Ну что, он Декспант ставит, наверное. Там Акалит, правда, на этом... На стрёме. Что? Что за беготня, Арчами? Чего он ждет-то? У Деки тоже ботинки. Странно, что Димка Наги не передал ботинки. Сейчас можно было по это самое... Продамажить хорошенько. Не успел, не успел. Ну все, сейчас Аркфогич забирает девайсы с центра, я думаю. Не, он нычку собирается ставить сразу. Что странно для пика Наги. И лорницы, да? Не, ну то, что он метит в экспант, это понятно. Потому что если ты Нагу берешь в центре и ведешь крипить эксп, это уже сразу надоумевает. Икс-лор хорошо подблочил расчерку. Просветки в КД было. О, Арча чудесным образом... Нет, не спаслась. Ну, выиграла время, кстати. Чё ты бегаешь? Ну зачем? Ну вот зачем? Нага не крепилась. Да. Нага не крепится. Какой вообще смысл? Уже т3 включил, лич там заказан. Дима один вообще в состоянии выполнять эту задачу, харасить. Какие проблемы? Он сбегал вниз Нагой, потом наверх, потом снова вниз. Ну, смотри, смотри, какие майндгеймс. Икс-лор тоже дай, что там нычка подкрепится, а забирает правую в магазин. Жезловетров. В правильных руках, конечно, жезловетров может. Очень топовый. Против антеда. О, это минус тп. Это минус тп. Вот, например, первый вариант реализации жезловетров. Надо сразу прожимать их слов. Угу. Вот что, вариантов выйти никакого. А здоровье потом все равно придется восполнять. Ну что, надо утаскивать сразу артефакт. Ой, вот это тоже хотел я предложить, блин. Потому что самый подлый гноу это с ядом. У него скрипт протыкивания по всем. То есть пока он не отравит всех и каждого, а потом по кругу. Он начинает. Конечно, тут ДПС наносит больше, чем остальное. Больше, чем любой другой, короче говоря. Но он бесит очень жестко. Вот сейчас он двух арчерок продамажит. И потекли они, смотри, там. Минус, минус, минус. Хороший язв. По 16, кажется, у них-то. Подожди, у них какой-то особый яд. 30 уже. 30. Что это за яд такой? В игре же нет яда на 30. Гноулевский яд. Особой, особой смазки, да? Не, ну я не встречал. Реально он какой-то странный. Гноу. Я, почему-то, был уверен, что у них стандартный дрядовский яд. Но это не то, не сё. Это виверновский яд. Виверновский 40. Ну, может, не Орегена такого быстро нету, ворча. Ворча нет. И тем более... Не-не-не-не, не может быть. Не-не-не, не может быть. Не-не-не, а может... Не-не-ночь, а во-вторых, не такой серьёзный. Не, 6 по 5, пишут. Я просто не встречал никогда такого яда. Вот ты встретил. Да, это жёстко тогда получается. Он делает там по 6 юнитам выстрел. Ну ладно, там 5 арчей было у него. И всё. Дичайший ДПС. Дима стоит, ждёт. Монобёрн, Дима. Агилки 2 мои забери. Блин, я не посмотрел. Я всё об этом яде, думаю. Ну, очень хороший став тогда получается. Ну, циклон. Да. Очень хороший. Он уж экономил там минимум на 200 HP. Да. Своих арчерок. Надо выманивать с красной на барак. Димка, да, Димка. Вот он автономен. Ему бы ещё какой-нибудь, опять же, кольцо регенерации. И всё, и харасить можно. Подошёл, тележечку покоцал. Ну, героев из Исламмана. Можно было сейчас третьего лича опустить на нас 100 ман тоже. Ну, самый большой плюс, что он контролит Андеда. Он знает, где Андеда. Что это за фрост армор? Ой-ой. Что это такое? Зачем он бежит вперёд? Что это? Что это было? Он хотел превратить нычку. Какую нычку? Это была нычка у него? Сверху, да, поставить нычку. Ну, вообще, я думаю, что он на колита взял чисто, чтобы обсидианки починить. Ты уверен, что он собирался экспант ставить? Ну, первый раз вижу, что кто-то с собой берёт околита для починить. Ну, да, да. Скорее всего, на 50 лимита экспант просто. Ты прав. Обсидианки же регенятся просто. Никто не заморачивается по поводу. Огненный плащ выпадает, Димки. Начинаем гореть. Постоянно. Ну, пока что всё выглядит 50 на 50. Может, чуть-чуть лучше для фоги, чем потом. Двеи Т3. Арба. Медведи без арморов. Э, без грейда на армор. Я бы... Я не знаю, почему нельзя сделать один грейд на арбор. Хотя бы, потому что... Тогда контрится арба, отличая. Ну, не полностью. Половинка только. Не-не, я имею в виду тогда. Да, они не уходят в минусовой армор. Ну, не... Минусовой армор — это бонус дамага. Да, я понимаю. И финды тогда нарезают ещё крупнее. Потому что пейсинг дэмэдж, который не... Ну, я согласен. Если и делать армор, то, естественно, делать... Ну, если и делать апгрейд, то делать армор, конечно же. В такой ситуации точно. Дышка от Экс-Лорда. Да, это видно было. Но сейчас замес главный. Как он пройдёт, важно. Став. Где Став? Став, не спасли первого медведя. Моноберн хороший второй. Моноберн налича. Где Став-то? А что он не делает Став-то? А что медведя или киселот не добивает? У медведя... Это да, это странно. Он уже думал, что он умер, а тот уже пятый удар наносит. Всё, принялся за медведя. Укс-Лорда 3... 45? Что происходит? У фуги 39. Первый Став. И вообще не вижу никакой логики Став в конце битвы делать. Но он же успел бы сейчас подоткатиться немножечко. Убивается дроятка. Нет, она убежит. Арча, вряд ли. И хочется консельнуть ещё нычка. Да, это неплохая цена. Став есть. Заблочил. Ой, Калит выиграл там одну секунду. Мелочь, но вот... Вряд ли успеет. Нет, он отменит, отменит. Нет. Как нет? Ну, если отменят, то умрёт. Там никто не поможет. Нага не прибежит со Ставом. Не, не прибежит. Это, кстати, тоже вопрос. А чё Нага-то сочковала на базе? А фуги свой нычек тоже поставил. Нычка против нычки. Ну... Не хотелось бы. Ну, это тоже плюс Икс Лорд. Ну, вот. Икс Лорд лучше. У нас зато есть аура Твореновская. Аура. Не обратил внимания на неё. Но там, с другой стороны, тоже артефакты прекрасные. Посмотри, амулет маны. О, такие. Кольца нужные, когти есть. Плечка плюс 9. О, взорвал! Фогич! Подрывником! Минус база! Это красиво было. Это очень важный момент. Во-первых, подрывник, ну, стоит, как бы, дешевле, чем нычка. И в ситуации, когда вы поставили... Да, да. Вы просто недодобыли ещё 600 голды в такой ситуации. 600! Вот. А сейчас Икс Лорд не факт, что... Он не будет ставить базу! Он пойдёт в атаку! Он понимает, что если он будет... Ой, какой важный гоблин-подрывник! Это реально гоблин, который заставил Икс Лорда отказаться от плана и заставил его идти в одну-единственную атаку в ол-ин. Если Фогич это прочитает, у него уже опции есть. Уже можно и по размену подумать. Блин, нет, Фогич не соображает. Ну, то есть он не знает пока. Он инвис, наверное, купит сейчас. Не? Инвис и инвул. Не покупает инвул, купил. Купил, купил. Сейчас должен догадаться, Фогич, что... Это, блин, неспроста пушек такой. А-а-а! У Фогич ещё в МГ идёт! А-а-а! Может, не стоит за эту базу ещё сражаться? У него сейчас просто минус 15 лимита боевого. Он не готов сражаться сейчас. Но лезет! Монобёр на 100! Дрядки вперёд! Какое количество здесь гулей! Как мига отлетает! Бёрн ещё налича! Просветка! Минус грядаст! Блин, тут X-Lord должен разрулить. Ё-моё! Да, Фогич отступает. X-Lord от 63. И только-только подтягиваются АМГ. То есть он сражался, минус 20 лимита получается. Просто! Минус 20 лимита. И сейчас потерял многое, и опять сражается. Ну, он уже закоммитился в этот экспанд. Надо ему в... Ой, слушай, а может быть... Герои-то пустые у врага. Им МГ уже начинают танковать. Уже много НГУ есть. Нет, сейчас... Крэйтер НГУ наличие. А, окей, хорошо. Я думаю, что Фоги может отбиться. Во-первых, ночь, Мунвелла. Сейчас Димка вернётся. База подлечена, и есть МГ. Ой, она мне очень рискует. Таунд, 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 таунд. Да, пустые герои там. Чем она рискует? Чем? Даже сосать не у кого ману, понимаешь? Ну, Дриадок нужно подводить. Ой, ещё минус гулька. Левелап у Димки. Ну, подконтроливай, Дриадок! Свет! Нету. Есть. Ну, был же. У него Висп же был на мастерской, нет? Тут есть вообще мастерская? Нет, мастерская. Две. Есть мастерская. Нет, одна. Две. Одна раз. Но он светил, видимо, с Даста, да, в прошлый раз? Да. Нага получил Rejuvenation. А вот теперь просветил. Три ядочкой, да. Да, вижу. Минус финт, один. Минус одна финта. Вторая финта. Но время-то время на нас работает. Да, да, да. Минус выравнивается. Просто отковыряться сейчас. Работает на просветку. Ещё постреливает из-за леса, из-за горка. Да. Инвул пошёл. Нет, гиганты тащат. Ой, леча можно потерять. Леча можно потерять. Телепорта нет, кстати. Бёрн, 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 сделай на 75! Ну, Бёрн! Не делает! Ой, Форхет шикарный! А где Койл-то был вообще? Скажи. Койл, у него 80 маны было. Не, у него было 78, но да, он должен был делать. Короче, он не делал Бёрн, скорее всего, потому что не знал, что там амулет маны. ГГ, короче, X-Lore. Короче, есть такая тема. Если, короче, ты привык делать Бёрн не по инфе, протыкиванию героев, а по шкале маны. И если ты, например, не заметил амулет маны, то ты не будешь делать Бёрн, потому что думаешь, что там в районе 45-50, что типа ещё рано слишком делать Бёрн. А если амулет есть, то там плюс 150, и уже, визуально не так. Скорее всего, Фогич не делал, потому что, ну, не понял, что там амулет маны есть. Но X-Lore не воспользовался возможностью. Должен был кайлить. Но даже если он того Балича закайлил, не факт бы, что он... Ну, потому что МГ живые, живые. Герои эльфы живые, живые. База работает. Вот чем ему банально без оставшейся армии убивать экспанты. То есть, даже если Фогич отступит, X-Lore опять вниз. Фогич к нему сзади подходит после лечения, и всё начинается снова. То есть, он подрывник. Да, самое главное, друзья. Не забудем главного героя матча, потому что, если бы не подрывник, они бы играли в макро. Они бы играли 2 в 2. Ну, какое-то время потом 1 в 1. И там совсем была бы другая ситуация. Потому что, как правило, андеды хорошо себя чувствуют при таких же ресурсах, как и у эльфа. То есть, это... Ну, вспомните всю историю просто. Эльф обычно ставит экспант и пытаются его защитить на лимите, там, плюс 10. Если андед поставил базу, эльф каким-то макаром её провтыкал, это сразу мёртвый эльф. То есть, ты что-то точно делаешь не так. Короче, Фоги, красавчик. Поздравляем. Плюс 20к. Победа. Причём на турнире, на котором уже всякие тоды подтянулись. Немцев было очень много. Немцев за... А, Соколик. Вот. С Соколиком отлично покомментили. Всё, Бо-1. Ну да, это же Cheese Cup, это же аркада. Напомню, что в воскресенье будет первый турнир от ФКС по Варкрафту. Мы его будем смотреть. Там сингл, но стандартная схема. То есть, Бо-1, Бо-3, Бо-5 в финале. Спасибо тем, кто турнир поддерживал. Спасибо тем, кто смотрел. Соколик, тебе последние слова. Расскажи. Спасибо, пацаны, что смотрели. До следующего турнира в турнир будет скоро на ГГК, на который я зарегистрируюсь и стараюсь пройти первый раунд. Пока. Пока? Ага, Миша уже ушёл. Понятно, спасибо. Понятно, пока. До следующего фига. Пока.